МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давно известно, что на территории Рязани воздух, которым мы дышим, далёк от идеала. Практически не осталось уголков в городе, где уровень загрязнений не превышает установленные нормы. Специалисты говорят, что найти чистый воздух можно только в лесных массивах. А представьте, как полезно проводить большую часть времени на природе, особенно если у граждан здесь есть собственные квартиры. Жилой комплекс «Дружба» расположен в окружении соснового леса, который круглый год даёт возможность не только наслаждаться его красотой, но и получать пользу. Все мы знаем, как хорошо дышится в хвойном лесу, и это не пустые слова. Воздух здесь буквально пропитан фитонцидами – биологически активными веществами, которые обладают свойствами уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Ну вот сам комплекс расположен именно в сосновом лесу, которому насчитывается более 200 лет. Это рекреационные ресурсы Солочи, река Старица. Всё это привлекает людей, которые устали от городской жизни, суеты вот этой вот загазованности воздуха. Предложения на рынке недвижимости пестрят объявлениями о новых площадях в курортном посёлке Солоча. Однако, по сути, гражданам в основном здесь предлагают апартаменты, что влечёт за собой определённые трудности. Жилой комплекс «Дружба» состоит из двух домов. И это единственный жилой комплекс в курортном посёлке, где люди приобретают себе полноценные квартиры. Есть много мест в Солочи, где сейчас на данный момент продаётся очень много квартир. Выбор достаточно большой, но здесь одним из решающих факторов сыграло то, что здесь коммунальные услуги, безусловно, идут по городским тарифам, то есть есть городская прописка. Это единственное место в Солочи, где на данный момент идёт гражданская прописка. Что это даёт? Это даёт более быстрое поступление в садик, это даёт, опять же, возможность обучения в школах, это даёт наименьшие коммунальные услуги. Это огромный-огромный плюс. То есть я знаю людей, которые переехали к нам из других комплексов, которые платили коммунальные услуги в два-три раза больше, чем здесь сейчас есть. Семья Екатерины Малыгиной переехала в жилой комплекс «Дружба» из Рязани ради свежего воздуха для маленького Марка. Здесь чётко разделены зоны парковки и места для прогулок. За безопасность детей можно не волноваться. Во внутреннюю часть двора въезд автомобилей запрещён. К тому же территория жилого комплекса закрыта для посторонних. Хочется сказать, что по сравнению с городом, конечно, где маленькие-маленькие пятачки автостоянок, здесь в этом плане очень много парковочного места. То есть за детской площадкой вы можете посмотреть, есть парковочные места, где вы прекрасно можете оставлять свои автомобили. То есть вечером это всё подсвечивается, пожалуйста. Точно так же здесь есть закрытая территория, в общем-то шлагбаум, и не боишься ни собаку отпускать, ни детей. Сейчас жилой комплекс заселён на 70%. Первые жильцы в дружбе появились в апреле 2016 года. Оба дома располагают тремя видами квартир. Однокомнатные, двух- и трёхкомнатные, площадью от 41 до 90 квадратных метров. Однокомнатные квартиры выполнены в одном виде планировок. Это 41 квадратный метр плюс 3 метра лоджия. Внутренние стены, перегородки выполнены из позагребневых плит, которые можно менять, двигать, разрядить. То есть перепланировка внутри квартир как в однокомнатной, двух- и трёхкомнатной, возможно, и не составляет труда. Все квартиры в жилом комплексе располагают панорамными окнами и лоджиями. Несмотря на это, зимой в домах очень тепло. Панорамные окна у нас в профиле рехау, пятикамерный и двойной стеклопакет. Немецкие радиаторы конвекторного типа, как они стоят. Новые квартиры в доме можно приобрести с чистовым ремонтом или уже со встроенной мебелью и сантехникой. Второй вариант для себя выбрала Ксения Артамонова со своей дочерью Евгенией. Эта творческая семья видит жизнь в лесу очень вдохновляющей. Выбирая двухкомнатную квартиру, мама с дочкой между собой уже успели поделить здесь пространство. Я так думаю, что кровать будет стоять вот здесь. Здесь просто рабочая зона, так как без ноутбука, конечно, никуда. А здесь черепашки, да, будут плавать в аквариуме. Евгения занимается танцами и рисованием, поэтому в большой комнате ей будет удобно репетировать и вдохновляться видами из панорамных окон. Сюда, наверное, мольберт еще, да, к окошечку. Мольберт? Да, на чем же ты будешь рисовать? А где будет твоя кровать? Покажи. Здесь. А вот на кухне уже все готово для жизни. Огромное количество полок, столешницы, плита, вытяжка и даже посуда. Отсюда же можно попасть на лоджию, где Ксения и Евгения планируют разместить пуфики и столик для утренних чаепитий. Вообще здорово, что мы нашли такое место. Мы, конечно, всегда знали, что есть такой поселок, но не думали, что вообще здесь так хорошо. Это обалденный просто воздух, красота, пейзаж, ну и, конечно, атмосфера для творчества. Это прям то, что нам нужно у нас с ребенком. Пока что я думаю на выходные, ну а дальше мы уже, наверное, будем решать этот вопрос как-то координарно. Пока эта квартира Артамоновым удобна для проведения выходных в Солодче. Добраться из центра Рязани до жилого комплекса «Дружба» можно достаточно быстро. 15-20 минут на машине или полчаса на общественном транспорте. И Ксения с Евгением их уже наслаждаются красотой природы, пением птиц и стерильным воздухом. Здесь можно не переживать об обслуживании дома. Ведь отличие от апартаментов и частных домов за жилой комплекс «Дружба» отвечает одна из лучших управляющих компаний города. В этом может убедиться любой из жильцов жилого комплекса. У каждой управляющей компании, у каждого жилого есть свой сайт, на который они могут зайти, посмотреть всю информацию о домах, о их стабильности, о их, так сказать, финансовой устойчивости. Еще у нас есть такая программа «Реформа ЖКХ», на которую вы можете также зайти и посмотреть рейтинг управляющих компаний. Допустим, наша управляющая компания в этом году была в пределах десятки. Из 187 организаций было в Рязани. Мы были в этой десятке лучше. В жилом комплексе «Дружба» действует городской тариф. Стоимость услуг здесь определена администрация города Рязани. В обязанности управляющей компании входит уборка подъездов, придомовой территории, вывоз и утилизация бытовых отходов, техническое обслуживание, текущий профилактический ремонт дома, ремонт инженерных систем многоквартирных домов, обслуживание лифтов. В том числе для жильцов «Дружбы» действует круглосуточная аварийная служба. Прием заявок и обслуживание происходит днем и ночью. Эти два дома жилого комплекса «Дружба», расположенные на территории в полтора гектара, являются первой очередью строительства. Еще три многоквартирных дома появятся рядом с ними на участке в два с половиной гектара. Стоит сказать, что в итоге здания будут расположены полукругом. Таким образом открывается возможность для создания большой прогулочной зоны. Среди сосен будут переплетаться дорожки, выложенные с плитки, появятся новые места для отдыха и детские площадки. Застройщик жилого комплекса располагает дома, исходя из природного ландшафта, чтобы лес был максимально сохранен. Таким образом природные богатства, за которые ценят солодчу, будут радовать жителей жилого комплекса «Дружба всегда». И те, кто выбирает для себя это место, внесет большой вклад в свое здоровье и в здоровье своих детей. Городской многоэтажный дом – сложный комплекс, который включает в себя множество инженерных систем. Одни из них отвечают за жизнеобеспечение, другие – за комфорт, третьи – за безопасность. Лифты помогают нам комфортно добраться до квартиры. Насосные станции обеспечивают напор воды. Эти устройства уже стали привычными, но в современной многоэтажке есть и другие системы. Принудительная вентиляция обеспечивает в квартирах нормативный воздухообмен, чтобы нам было легко дышать. Пожарная сигнализация в случае опасности вызовет пожарных и предупредит жильцов. Домофонная система препятствует проникновению в подъезды посторонних. Но все это работает при одном условии – если в доме есть электричество. Если же произошла авария, электропитание прервалось, дом остается беспомощным, как и его жители. Что случилось? Почему погас свет? Отключение электричества всегда неприятность. А для многоэтажных жилых домов она порождает множество проблем, оставляя их без жизненно необходимых систем. Жителям одних домов не остается ничего иного, как ждать, пока авария на городских электросетях будет устранена. Другим же повезло больше. Их управляющие компании позаботились о резервном электропитании на случай аварии. Сегодня мы присутствуем на отработке действий как раз в такой ситуации. Учение проводит управляющая компания «Зеленый сад. Мой дом», входящая в группу компании известного в нашем городе застройщика «Зеленый сад». Для тренировки выбран жилой комплекс «Премьер» на улице Татарской. Его полностью обесточили. И теперь электрик, играя роль жителя дома, звонит в управляющую компанию и сообщает, что света нет. В этот момент мы включаем секундомер. Наша задача – проверить, сколько времени пройдет до того момента, как электроснабжение будет восстановлено. Итак, время пошло. Сигнал от жителя поступает в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компанией «Зеленый сад. Мой дом». В легенде учений авария произошла на городских сетях, и электроэнергии не будет более двух часов. В этом случае по стандарту компании УЖК «Зеленый сад» мы организуем электроснабжение от резервного источника питания, то есть от дизель-генератора. С момента поступления звонка до восстановления электроснабжения должно пройти не более полутора часов. Дежурный диспетчер вызывает на объект генератор. Главный энергетик тоже выезжает на место. Тем временем специалист службы клиентского сервиса рассылает жильцам СМС с оповещением об аварийном отключении и указанием срока, которому электроснабжение будет восстановлено. Контрольное СМС пришло и нашей съемочной группе. С момента сигнала об аварии прошло 7 минут. Ну а теперь ждем прибытия генератора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые прибывают бригады электриков. Они открывают специальное помещение, где расположен щиток для подключения резервного источника питания. А вот и сам источник. Генератор въезжает во двор, когда на секундомере 52 минуты с момента сигнала об аварии. Пока электрики разматывают кабели, мы поинтересуемся у главного энергетика управляющей компанией возможностями этого оборудования. Мощность этого генератора 300 кВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электропитание всех жизненно важных систем данного дома. А именно лифтов, насосов подачи воды, системы вентиляции, пожарной сигнализации, домофонов и освещения в подъездах. Более того, мощности генератора хватает, чтобы подать электроэнергию примерно в 100 квартир. В этом доме более 200 квартир, поэтому мы будем запитывать секции дома по очереди. Теперь кабель подключают к щитку. Как оказалось, в каждом доме компании «Зеленый сад» предусмотрена специальная точка для подключения резервного электропитания. Работа в любви в компании. Такой подход встречаю впервые. Тут есть электроэнергикатор, который без проблем может быстро подключить, запитать весь дом электрический. И вот настал решающий момент. Все подключено и генератор можно заводить. Останавливаем секундомер. Прошел 1 час 7 минут. С этого момента у жителей снова есть вода, вентиляция. Они могут подняться на свой этаж на лифте и безопасно добраться до квартиры по освещенному коридору. В квартиры электроэнергия тоже подана пока в одну секцию, а через полтора часа питание будет переключено на вторую. Потом цикл повторится. Таким образом, все жители, хоть и с перерывом, смогут воспользоваться электроприборами. Погладить белье, приготовить ужин в освещенной кухне, а школьники спокойно сделать уроки. Мне очень нравится, как наша управляющая компания относится к своим обязанностям. Есть чем сравнивать. У нас чистые подъезды, ухоженный двор. Аварийная круглосуточная служба быстро реагирует на вызовы. А сегодня проходили учения, в которых мы узнали, что в случае аварии на электросетях у нас привозят генератор, и в нашем доме всегда будет свет. Так это просто здорово. Такие тренировки проводятся раз в полгода, поэтому и оборудование сотрудников компании находится в постоянной готовности. Недавно на городских сетях было реальное аварийное отключение, которое затронуло два наших дома по Славянскому проспекту. Тогда с помощью генератора мы обеспечивали электроснабжение в течение более 10 часов. Итак, сегодня мы своими глазами увидели, как обеспечивается работа инженерных систем дома, если внешнее электропитание прервано. Разумеется, это происходит только в том случае, если ваша управляющая компания позаботилась о таком резервном электроснабжении. Работа УЖК «Зеленый сад. Мой дом» может служить хорошим примером для всех управляющих компаний нашего города. Ну а мы желаем, чтобы в вашем доме тоже всегда был свет. Работа УЖК «Зеленый сад»